Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о методе рисования двумя руками. Это очень полезный метод для развития ребенка, потому что когда ребенок рисует обеими руками, правой и левой рукой одновременно, гармонично развивается и левая, и правая полушария головного мозга. Поэтому такие упражнения весьма полезны. Как сделать, как помочь ребенку заняться такой деятельностью? Нам нужно сложить листок пополам, чтобы у нас была обозначена сгибом середина листа, от которой мы будем рисовать. И обязательно нужно закрепить листок малярным скотчем, например, Потому что обе руки будут рисовать, и не получится придерживать листочек. И чтобы он не двигался, нужно закрепить его на столе. Я использую малярный скотч для этого. Вот так, по уголкам. Хорошо. Рисовать можно просто карандашами, или фломастерами, или даже краской и двумя кистями. Обязательно при этом нам нужна пара того, чем мы рисуем, тех предметов. Итак, я примерно покажу. Например, нарисуем человека. Изначально маленькому ребенку достаточно рисовать симметричные рисунки, простые. И чем дальше у него и лучше получается, можно уже усложнять и рисовать целые композиции. Ну, для начала, например, можно первый из первых рисунков, какие можно сделать с ребенком, это от сгиба. Мы ставим оба карандаша или фломастера, и рисуем какой-то предмет одновременно. Например, вот круг. Двумя руками. Нарисовали круг. Если это будет солнышко, значит, закрашиваем двумя руками солнышко, желтым уже фломастером или красками. Если мы сложнее какое-то рисуем, сложнее изображение делаем, то продолжаем. Допустим, это лицо человека. Рисуем уши одновременно. Рисуем волосы одновременно. В зависимости от того, что хочет нарисовать ребенок, да, но делать это одновременно, симметрично. Рисуем волосы одновременно. Так. Глаза. Брови. Нос. Можно разные, да, фломастеры использовать для рисования. Цветовые, разные фломастеры. Возьмем, например, красный и нарисуем рот. В дальнейшем, когда ребенок научится уже писать, то очень полезно и писать двумя руками. Можно даже выработать и писать разный текст двумя руками. Ну, вот на начальном этапе достаточно таких каких-то изображений несложных. Но не по очереди это делать, а именно одновременно. Потому что ребенок может нарисовать одной рукой, потом второй рукой. Нужно, чтобы был правильный эффект, делать это одновременно двумя руками. Дальнейшем. 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 Продолжение следует... Человек это уже посложнее, да? Может быть сначала солнышко, потом домик попробовать нарисовать. Между прочим, это полезно делать не только детям, но и взрослым. И еще раз напоминаю, что делать это нужно одновременно двумя руками. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...